8 марта этого года ветерану Великой Отечественной войны Ивану Каузак исполнилось 95 лет. Годы и прожитая война берут свое. Ему очень сложно ходить, он практически не слышит. Но одно остается неизменным. Улыбка практически не сходит с его лица. Разве что, когда он вспоминает об ужасах 41-45 годов? Когда мы были в Украине, они что делали на Украину? Забрали люди и ставили в сарай. Сарай был закрыт, солома. Они поливали бензин, двери там закрыты. Засыгал и начал гореть сарай. Там было много людей, молодые, женщины, девочки. И в тот раз, когда уже сарай горит, наши люди, ветераны, когда видели, разбил, ломает, тяшит люди на улице, которые горели, которые умерли. Народ, это порядка было. В Германии тоже, на Берлин тоже так было. Были. Один раз снаряд упал, вот так далеко, а я был на яшейках. Снаряд упал так, в землю, и земля на меня. Потом меня с соседей поймал, спасал. На поле боя он попал, когда ему было 20 лет. Ушел он на фронт не один. Вместе с ним были двое его братьев, один из которых, Дмитрий, в родное село так и не вернулся. Там Иван Каузак стал настоящей находкой. Знание немецкого языка ему очень пригодилось. Наш командир спрашивает мне, Иван, ты знаешь по-немецки? Я говорю, да. Знал по-немецки. Ой, взял мой оружок, кинул, дал пистолет. Ружок не надо. Так, с ним потом по-немецки знал. Ну, тут, а когда было вот у Астрия, мне спрашивают, Иван, ты иди посмотри там в село, что мне делали. Там немцы были, они приготовили для стрелять. Мы, как я, два мундаваны тоже были, я был третий. Хай, идем. Потихоньку, потихоньку идем туда, на село. Увидели, что они делали. А немцы уже приготовят на войну. Мы, я смотрю, давай, иду. Поднял женщин на село, в сторону, в задний наш фронт, на казарму. Когда мы уже идем дальше, они идут домой. Воспоминания о тех событиях меркнут перед натиском возраста. Ветеран не без помощи снохи пытается восстановить их в памяти и рассказать нам. Очередной эпизод, когда под предводительством маршала Георгия Жукова они атаковали противников в Карпатах. Был это, как его, Жуков. Он сказал, хлопцы, давай сделаем другой фронт. А куда мы едем? Там был Карпат, Мунц. Мы идем, идем, потихоньку. Мы уже вышли на Мунтик. А наши задные, кругом на Мунтик. Они были кавалерией. Ой, что, смотрим. Мы вышли наверх. Они крутятся возле нашей Мунтики. А наши командиры сказали, хлопцы, они идут на лошади, кавалерия. А мы были наверху и сказали так, давай сейчас, они будут кругом. А вы даете бомбу такая. И так аж делаем. Медаль, приуроченная к 100-летию, со дня рождения Георгия Жукова тоже поблескивает среди его наград. Много чего пришлось перенести, рассказывает Иван Федорович. Были успешные походы, приходилось и отступать. Но одним из самых ярких моментов, оставшихся в его памяти, это военная операция, в ходе которой была взята в плен целая дивизия. А он был награжден Орденом Славы. Я поймал немцев. Много лет. Одна дивизия я поймал на Балтийском море. Генералы, которые были немецкие, я забрал наши люди, начальники. А дивизия со мной. Там одна дивизия немецкая была. На Балтийском море, около было вода. Это страшно. Которые были, были дома, приехали. Астали упали там. Немцы застреляли. И мы тоже там. Ну, хорошо, что я был здоровый. Немножко был. Снаряд упал. У меня ухи. Вот. Я был очень хороший. День победы Иван Коузак встретил в самом Берлине. Праздничный салют до сих пор стоит перед его глазами. Мы застреляли на город Берлина. Были тоже наши, русские. Когда мы попали там, мы дались. Стреляли ракеты. Красиво, как флорица. Иван Федорович на здоровье не жалуется, разве что на слух. Сейчас, оглядываясь назад, он точно может сказать, ради чего и кого жил и воевал. Ну, хорошо, что я здоровый. Пускай они тоже жили, мои дети. Пускай, чтобы они жили, как я жил до сих пор. Ну, остальные, которые были наши, братцы, они тоже были с нами. Упали. Которые были на фронт, на фронт. А которые были дома, здесь умерли. Только я остался. Сражался он ради жизни. Ради всех, кто живет на этой земле и ради своих пятерых внуков и двенадцати правнуков. Ухаживает за ним его сноха, бывший директор Дома культуры села Мария Каузак. Она считает, что необходимо сохранить эту нить, связывающую между собой два поколения, чтобы наша молодежь знала и могла гордиться теми людьми, которые отдавали свои жизни за мирное небо над нашими головами. Молодежь собирается, и быстро я находила, как поговорила с папой, он всегда был вокруг нас и рассказывал, им было интересно. И в школе он тоже много рассказывал, потому что много ветеранов было. У нас двадцать с чем-то человек, но из них вот и брат Каузак Николай, но о нем мало то, что могли рассказывать. Но папа всегда много рассказывал об этом, о войне, как встречали, как воевали. Он жизнерадостный человек, он не думает о смерти, он думает только о жизни. Он так мне сказал в один день, говорит, ты читал в газете, что пять тысяч лей получает тот человек, который живет сто лет? Я говорю, я не читала. Говорит, вот, я буду жить сто лет, я буду получать пять тысяч лей. С надеждой, что он еще будет жить. Сейчас Иван Федорович живет с младшим сыном, внуком и двумя правнучками. Пусть они еще не осознают, что пришлось перенести их прадеду, чтобы они сейчас могли так беззаботно прыгать и дурачиться. И кто знает, как сложилась бы судьба каждого из членов семьи, односельчан, земляков и миллионов людей, если бы у той войны был другой исход. Спасибо. Спасибо. Спасибо.